добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся на альпийском квартале и сейчас вот мы находимся на квартире которую мы взяли под переделку сейчас можно увидеть что я уже хожу по плиточки и знаете что я хотел бы вот сразу рассказать может быть может быть не сразу понятно что и как происходит но обратите внимание первое мы сейчас взаимодействовали с мебельщиками и конечно же поменяли всю концепцию расположение розеток и выключателей согласно проекту за что меня сначала мебельщик поругал но потом когда выяснилось что здесь не я это все делал как бы все стало на свои места конечно же очень жалко что мы не можем ускорять процесс потому что все это надо чтобы высыхала сделали вентиляцию разобрали короб и опять же вот вот таких много маленьких деталей которые не видно но мы здесь уже трудимся чтобы не соврать почти два месяца то есть мы приводим в порядок два месяца квартиру в которой вот сейчас мы только вышли на чистовые уже на чистовые работы обратите внимание гидроизоляция перед гидроизоляции это вот видно красненькая розовенькая надо перед гидроизоляции мы по укладывали везде теплый пол демонтировали плитку которая здесь была потому что здесь не было ни гидроизоляции не разных уровней то есть какие-то плиточки мы демонтировали но соответственно мы их потом опустим на подрезку так что обратите внимание мы ничего не выбросили все осталось как есть и даже и даже сейчас те подрезки которые были мы их в принципе все пооставляли и еще я хотел бы некоторые вещи объяснить например вот плиточка давай я не буду и выдергивать вот например вот это вот плиточка до которая абсолютно без клея и сейчас можно по можно сейчас по поднимать может быть какие-то плиточки и обратите внимание что клея на них в принципе вот только в одном месте давайте возьмем такую же вторую вот почему происходит вот такой демонтаж этой плитки что в принципе довольно спокойно мы смогли демонтировать практически без особых повреждений потому что мазалась только одна часть плитки то есть вот вот яркий пример как раз стоит для того чтобы увидеть где прилипла плитка к раствору во всех остальных случаях она просто мы ее по отщелкивали и демонтаж вот таким образом дальше пойдемте сейчас пойдемте сейчас кое-что посмотрим тут здесь еще надо будет сейчас делать демонтаж вот этой стены здесь у нас будут обои соответственно добыть другую подготовку делать плюс если бы вы ну показать то даже рамки здесь наклеены все криво поэтому мы скорее всего будем это все тоже демонтировать и делать это все как нужно дальше обратите внимание сейчас насколько насколько криво сделаны даже подрозетники то есть мне придется их демонтировать и выравнивать то есть но по уровню я в принципе могу конечно заморочиться например взять уровень и показать ну ладно это все мелочь я думаю можно поверить на слово и так здесь сейчас мы установили вот такие дизайнерские радиаторы в принципе удовольствие дорогое но мы за 4 радиатора и фурнитуру скажем так для этого радиатора там вышло больше больше трехсот тысяч но опять же через нашу компанию мы добились того что в принципе вышло по моему 217 тысяч то есть экономия там составила около 80 тысяч я думаю так это очень хороший результат который мы смогли добиться ну в общем мы когда плитку сняли я же говорю у нас не было здесь не гидроизоляции не было здесь не теплых полов нормальных ничего то есть пришлось все это заливать сделали сделали перепаяли уже коллекторный шкаф то есть по крайней мере сейчас уже это все мы здесь разбивали все оккультуре вали то есть вот друзья представьте два месяца мы приводили в порядок и сейчас и сейчас мы будем как раз еще клеить стекла холст то есть мы как раз пойдем уже на чистовые работы так что заняло это у нас помимо двух месяцев еще еще расходов расходов где-то около на 800 тысяч на две квартиры то есть чтобы довести до ума и уже по моему 200 тысяч мы уже взяли сейчас на чистовые то есть 32 тысячи плитка мы докупили ну вот так по мелочам по мелочам она собиралась уже очень много если кто-то скажет что это дорого или как-то хочет эту сумму скажем так оспорить то это вообще элементарно здесь сейчас на компанию не пришло еще ни копейки то есть я себе лично и на скажем так да даже простую бухгалтерию я еще не брал ни копейки почему потому что у нас именно на этих квартирах сейчас здесь сделано такой расчет то есть я работаю своими силами я в ноль плачу своим ребятам то есть ровно столько сколько они зарабатывают то есть это легко проверить можно просто задать вопрос и есть ответ и все эти расходы я пишу просто в бухгалтерию и потом я умножаю это все на там 35-40 процентов то есть это чисто касательно работы то есть что входит в работы укладка плитки там вывоз мусора еще 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 какие-то детали и вот и например на работу ушло у нас там 300 тысяч из этих 300 тысяч например я умножаю 30 процентов там получается это грубо говоря с 300 тысяч это 90 тысяч за два месяца получается приход на компанию если вы скажете что 45000 стоимость наших получается заслуг это очень дорого то я вас разочарую потому что прораб у нас получает 100 тысяч в месяц поэтому это в принципе даже не зарплата прораба так что это это очень мало вот но кто-то скажет что может быть скажет что типа мы такие альтруисты там рассказываем нет здесь просто попросили наши друзья из питера то есть довести до ума отсюда как бы и вот такая вот простая и несложно арифметика так что друзья если у вас остались какие-то вопросы звоните пишите вот если нужно сделать заказать ремонт тоже заказывайте в ближайшее время мы уже будем из лазаревского показывать готовые квартиры новые квартиры то есть потому что сейчас здесь допустим электрика сделано не нами а разница между тем что мы показываем это то что здесь есть конечно же колоссальная разница например можно даже обратите внимание можно даже посмотреть на вот такую закладную которую мы не используем так что давайте друзья я с вами прощаюсь в общем всего доброго пока пока